Борис Соколовский, главный тренер женской сборной страны, отправился на курсы повышения квалификации. Словами Жванецкого, подправить что-то в консерватории. Борис Ильич улетел на родину баскетбола в США, где о виде спорта, собственно, знают все. Буквально утра по самолёту Соколовского интервьюировал Антон Ольхимович, что также отбыл той же ночью в том же направлении открывать для себя Америку. Обоим, уверен, придется не сладко. Тренеру, в свои почти 58, фактически придется переучивать азы. А коллега будет постоянно объяснять, что его фамилия пишется слитно, а не Ольхимович, и что он не лётчик. Ну, я лечу в город Луи-Вилл. По-разному говорят Луис-Вилл, Луи-Вилл, штат Кентукки. Там находятся два университета. В одном из этих университетов работает один из сильнейших тренеров Америки. Америки, ну и, наверное, мира, Рик Петтино. Он в настоящее время возглавляет не только сборную университета, он также работает с национальной командой Пуэрто-Рика. И он такой несколько необычный человек. Ну, в общем-то, многие его называют небожителем. Но, тем не менее, есть такая пословица «не сотвори кумира себе». Так что я еду туда в поисках новых технологий для того, чтобы освежить информацию. И у меня, получается, эта командировка, то есть главная её цель – это стажировка в одной из сильнейших университетских команд Соединённых Штатов. Сроки спланированы примерно на три недели, плюс-минус там день-два. Сама стажировка, она, конечно, в общем-то, это явление такое не столько обязательное в этом смысле, а творческое. То есть я планирую общение, в первую очередь, с его ассистентами, с ассистентами Рика Петтино, которые отвечают за узкие специализированные участки вот этой большой работы, с которой связано создание команды, естественно, наблюдение за средствами, методами тренировки, наблюдение за тем, как мотивируют они своих подопечных, тренера команды, естественно, за работой, как Рик Петтино организовывает работу помощников, и вообще, как строится команда в целом. Это не значит, что я приезжаю там учиться с нуля, потому что у нас всё-таки есть свои определённые познания, там исторические, плюс наработанные, и, в общем-то, хотим, ну, по крайней мере, я хочу, чтобы освежить немножко подходы, чтобы работать было интересно и мне самому, и чтобы девочкам было интереснее работать в тренировочном процессе, потому что скука – это главная помеха для баскетбола. Изначально я сам высказывал такое желание, и, зная то, что на базе этого университета непосредственно у Рик Петтино проходили практику мои коллеги, это и главный тренер сборной национальной Белоруссии Анатолий Буяльский, это и нынешний тренер команды «Спартак» Ногинск Николай Таносичук, и отзывы были самые хорошие, и поэтому я, ну, как бы, они не только рекламу дали, они дали характеристику, дали полезные советы, которыми я, надеюсь, воспользуюсь, то есть вот откуда, в общем-то, идёт такая, то есть лыжня уже туда проложена. Вообще успех к тренеру приходит тогда, когда он чётко скоординирует все виды подготовки, то есть это и физическая подготовка базовая, это и специальная физическая подготовка, и техническая, и тактическая, и игровая, и психологическая. И здесь я, в общем-то, не собираюсь там копировать всё, меня просто интересуют подходы, взаимодействие видов подготовки, взаимодействие партнёров, вот, и сам процесс построения, планирования, так что не могу сказать, что у меня есть, допустим, какая-то чётко определённая цель. Конечно же, это можно назвать, ну, с определённой долей юмора промышленным шпионажем, то есть, но дело в том, что у американцев есть такие подходы, они не боятся делиться информацией, потому что в этом смысле у них есть такое мнение, достаточно распространённое о том, что делясь информацией, они лишний раз её сами переваривают, лишний раз они в ней совершенствуются, что-то пересматривают, то есть, это информация, в общем-то, эти уроки, которые дают преподаватели, условно, там, они полезны и для них в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok